МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, здравствуйте, граждане русского Ирана, или как мы теперь там будем называться. Сегодня у нас всё равно обзор оперативного совещания в Белом доме. Жизнь продолжается, несмотря на то, что она неуклонно заканчивается. Так что давайте поговорим о том, что сегодня, вернее, вчера, прозвучало в Белом доме на совещании правительства Республики Башкортостан. Начал заседание Радий Фаритович с принесения клятвы верности великому вождю. Очень неубедительно и как-то сбиваясь, путаясь в словах, Радий Фаритович принес эту клятву. Я вам её приведу дословно, вот, слово в слово, именно то, что он сказал. Уважаемые коллеги, я вас хотел чётко сформировать. Мы, безусловно, и безоговорочно поддерживаем нашего президента. И смею надеяться, что когда я говорю «мы», я говорю от всей нашей большой управляющей команды. Конец цитаты. Уважаемые коллеги, я хотел чётко сформировать, что мы, безусловно, и безоговорочно поддерживаем нашего президента. И смею надеяться, что когда я говорю «мы», я говорю не только от себя лично, а от нашей большой, всей управленческой команды. Что значит термин «сформировать»? Я так и не понял. Может быть, слово какое-то там перескочило в сознание дорогого Радзи Фаридовича. То, что он сомневается в единстве мнений в зале, в котором он находился, это совершенно очевидно. И то, что последние три дня перед этим выступлением он как-то отмалчивался на тему поддержки великого правителя Российской Федерации, говорит о том, что есть какие-то сомнения всё-таки в недрах управленческой или управляющей команды. Я уж не знаю, как там правильно. Но, в общем, конечно, голос дрожал у Радзи Фаридовича. Он понимал, что, принося вот эту клятву верности, он окончательно закрывает дверь в Европу для себя, для своей семьи, для окружающих, наверное, тоже, в том числе, которых он причислил к этой всей команде. В общем, конечно, это очень симптоматично для нынешних страшных времён. Это клятва на крови, это клятва в верности, когда тебя даже об этом не спрашивали. Но, в общем-то, вот как-то так. Далее Хабиров перешёл к тому, как отражается эта вся история с Украиной на Башкортостане непосредственно. И рассказал нам о том, что он поручил правительству проанализировать сложности в экономике, которые могут возникнуть в связи с ситуацией на Украине, как он сформулировал, ну и подготовиться к этим сложностям. Передал микрофон Андрею Геннадьевичу Назарову, чтобы тот отчитался, каким же образом правительство проанализировало и подготовилось к этим сложностям, которые создал нам Владимир Владимирович. Назаров в свойственной ему манере по пунктам отчитался. Я, собственно, буду много сегодня, наверное, цитировать, потому что важные вещи, которые нужно воспринимать и передавать дословно, чтобы не было никаких искажений. Так вот, Назаров привёл шесть пунктов позиции, которые они проанализировали и предсказали, что будет дальше. И я приведу их вам. Первое. Мы в состоянии выполнять все социальные обязательства безукоризненно, и граждане не почувствуют никаких осложнений. Очень громкое заявление. Давайте его запомним. Мы его будем, наверное, вспоминать очень часто. Второй пункт. Все планы по национальным проектам и федеральным проектам будут реализованы своевременно. Тоже очень смелое и очень объёмное заявление Назарова. Будем отслеживать, насколько эта своевременность будет исполняться. Далее Андрей Геннадьевич заявил, что касается строительства объектов, то объекты будут построены в те сроки, которые и были определены ранее. Вот, пожалуйста. Это вот три первых пункта, это три прямых обещания. Далее Андрей Геннадьевич объяснил, каким же образом будет достигаться вот это всё великолепие. Он сообщил, что ни много ни мало, а будет повышать эффективность работы каждого бюджетного рубля. Вот это вообще, конечно, можно было сделать и не нападая на Украину, и не ввязываясь вот в эти спецоперации и военные конфликты. Эффективность рубля должна была быть повышена ещё давным-давно. Но теперь тут, как говорится, петух клюнул. Также Назаров сообщил, что уже начинает работать кризисный штаб. Слово «кризис» прозвучало впервые, на самом деле, из официальных уст, и, видимо, будет звучать в дальнейшем всё чаще и чаще. И отдельно Андрей Геннадьевич остановился на том, что будет оказана помощь экспортно-ориентированным предприятиям. Ну, тут сложно сказать, в какую сторону экспорт. К нам экспорт или мы экспортируем что-то. Если мы что-то экспортируем, то, наверное, этим предприятиям вообще не надо помогать, потому что они будут получать валюту за свою продукцию. И, соответственно, тут при нынешнем курсе доллара и рубля это очень даже неплохо. Этому предприятию, наверное, помогать особенно и не нужно. Напомню, как расцвела сода после того, как взлетел доллар. Там, значит, у них стало так прекрасно, что деньги стало некуда девать. Но, тем не менее, вот. Другое дело, что, конечно, надо, наверное, помогать предприятиям, которые завязаны или не могут уйти от импортных компонентов. Тут, конечно, будет большая проблема, потому что мы понимаем, насколько подорожает конечная продукция, если сырьё или какие-то компоненты закупаются за рубежом. Отдельно Назаров остановился о том, что будет оказана поддержка малому бизнесу. Ну, собственно, тут он очень схематично это всё дело обрисовал. Он сказал, что у нас уже как бы наработаны способы помощи малому бизнесу. Ну, видимо, он имел в виду вот этот комплекс мер, который осуществлялся в связи с ковидными ограничениями. Не могу утверждать, что это идентичная ситуация, и что помощь должна быть точно такой же, но, по крайней мере, Назаров это видит вот сейчас так. Отдельно от себя отмечу, что, конечно, вот в сложившейся ситуации, когда мы вынуждены будем преодолевать трудности и тяготы, созданные нам Владимиром Путином, наверное, роль экономического блока выходит на передний план. То есть именно вот та вот часть Белого дома, которая находится справа, если смотреть на него, из центра города, вот именно правительство и именно экономический блок правительства, конечно, выходит на передний план. Надо отдавать себе отчёт, что там Ради Фаритович и его ближайшие политические соратники Нибельмеса в этом деле не понимают, и, соответственно, им бы сейчас немножко в сторонку отойти. Но посмотрим, как получится. Завершил вступительную часть оперативного совещания Ради Фаритович как-то неожиданно. Зачем-то он поручил не сворачивать пункты приёма беженцев из ДНР, ЛНР для их возможного приёма. Вот он именно так сказал, возможного приёма. Отдельно сказал, что пусть всё будет готово, и главы районов и городов лично отвечают за готовность вот этого вот всего для приёма беженцев. Я не понимаю. Во-первых, в ЛНР, ДНР наступило счастливое будущее, они теперь, значит, не под гнётом кровавого режима Украины. Им что оттуда теперь бежать-то? У них там рай на земле, должен скоро уже создастся. Ну, я не знаю, предполагаю. То есть они добились того, чего хотели. Российские войска освободили их от гнёта кровавого режима украинцев. Зачем им бежать теперь в далёкий заснеженный Башкортостан с разбитыми дорогами и снегом по колено? Там прекрасная погода, тепло, светло и любимые власти непонятно. То есть шансы на то, что Башкортостан примет хоть сколько-нибудь существенную группу беженцев из ЛНР, ДНР, в общем-то, тают на глазах. Ради Фаридович упустил возможность отличиться перед федеральными властями. Ну и сейчас как-то, видимо, немножко это сохраняет хорошую мину при плохой игре. Всё равно будем, значит, содержать и готовить эти пункты приёма, тратить на них деньги, растилать там постели и, значит, готовить тушёнку. Не понимаю, зачем. Отдав вот это распоряжение, Ради Фаридович ещё и добавил к нему добавку сверху. Он распорядился сформировать гуманитарный конвой с помощью и отправить этот конвой в ЛНР, ДНР. Ну, тут, конечно, многие возопят, что, дескать, самим-то жрать нечего, а мы, значит, опять кого-то там прикармливаем. Ну, наверное, в какой-то мере эти люди будут правы, те, кто так считают, потому что, ну, наверное, сначала нужно кормить своих детей, а потом помогать другим детям. Ну, так устроен человек инстинктивно, да, то есть, ну, нормальный человек не оставит своих детей голодными. Ну, у нас здесь как-то всё чуть-чуть по-другому. Как многие отметили, ковид куда-то делся. Даже дети обращают на это внимание. Он куда-то делся вот аккуратно с 24 февраля. Мы вообще перестали говорить об этом. Про прививки, про ковид, про там пандемию, эпидемию и так далее, и так далее. У нас вот Украина теперь, да. Это вот как страницу перелеснули. Вот такое ощущение. Бац, и нету больше. Ну, это в новостной повестке. А в жизни ковид остался, и надо отдать должное дорогому Радио Фаридовичу. Он тоже не забывает про ковид, потому он дал слово Забелину Максиму Васильевичу, чтобы тот доложил о ситуации по борьбе с пандемией. Забелин докладывает нам, что на данный момент суммарно в Башкирии за два года пандемии переболело или болеет сейчас ковидом 5,5% населения. 222 тысячи человек, по данным Забелина, так или иначе болели или болеют сейчас этой болезнью. Суточный прирост в предыдущий день составил 3442 человека. Очень высокий уровень заболеваемости на данный момент. Помним, что прошлым летом там было 600, 500, 800, 400. То есть, как-то так вот. И то это считалось напряженной ситуацией. А сейчас вот 3400, и мы так спокойненько об этом рассуждаем. Возможно, поводом для этого является то, что последний штамм омикрон не так смертоносен и не так влияет на здоровье и жизни людей. Но, однако, люди продолжают умирать, к сожалению. И даже вот в моем окружении люди, к сожалению, умирают от омикрона. Так что не знаю. Забелин сообщил нам, что сейчас на данный момент у него задействовано 3100 коек под ковидной проблемой. 68% из них занято. И он намерен снижать количество коек, потому что считает, что это избыточно. Ну, видимо, госпитализации очень немного. Упомянул Забелина о том, что в Башкортостане практически заканчивается прививочная кампания от ковид-19. В том смысле, что по плану было 2 миллиона 484 тысячи человек нужно было привить. На данный момент первым компонентом привито уже 2 миллиона 460 тысяч. То есть буквально 24 тысячи человек осталось привить, чтобы добиться этого плана. Уже наступил март. Понятно, что поставленные задачи выполнены не были, но худо-бедно доковыряли до этой цифры. Правда, Хабиров тут же напомнил о том, что нужно сразу же начинать дальше делать ревакцинацию. Как-то, в общем, мажорненько это все звучит и очень победно по поводу пандемии. Повторюсь, что в связи с событиями на Украине, видимо, мы экстренно победили болезнь. И, наверное, поэтому Забелин заявил о том, что в связи со снижением нагрузки на медицинские учреждения возобновляется диспансеризация взрослых и детей, возобновляются первичные приемы специалистов, там, где они были приостановлены. Ну, в общем, то есть первичное звено медицины в Башкортостане начинает входить в свое привычное нормальное русло. Ну, настолько, насколько оно вообще, в принципе, у нас нормально. Ну, как говорится, дай-то бог. Вот честно. Потому что объективно оценить вот эту ситуацию мы с вами, наверное, не в состоянии. Интуитивно мы понимаем, что еще не все в порядке. А вот очень хотелось бы, чтобы все это закончилось. Хабиров еще раз зачем-то в рамках доклада Забелина доложил о том, что ковидный госпиталь в Туймазах завершает строительство, 9 тысяч квадратных метров, 4 марта будет техническое открытие, а уже 20 марта, то есть, ну, где-то ближе к концу марта, в Туймазах госпиталь примет уже первых пациентов. Ну, и где-нибудь там с двухнедельным отставанием, как выразился, Хабиров обещают открыть и госпиталь в Сибае. Вторым вопросом должен был бы идти вопрос по поводу ЖКХ, дорог и ЧС, но Хабиров как-то скомкал этот доклад, сразу же сказал, что он его там перекроил. В общем, Морзаев докладывать не стал. Докладывал Александр Владимирович Булышев, и Хабиров предварил его доклад тем, что он рассказал, что он, Хабиров, поездил по Уфе, что опять, значит, появляются ямы, что нужно вот сейчас об этом начинать думать. В общем, какое-то такое легкое дежавю Булышев, взяв слово, все равно доложил сводку ГИБДД, я не буду ее приводить, видимо, это какая-то навязчивая идея у Александра Владимировича, и перешел, собственно, к ямочному ремонту, о чем его попросил доложить Хабиров. Значит, он, Булышев, сообщил о том, что ямочный ремонт, оказывается, и не прекращался у нас зимой. И зимой тоже его доблестное ведомство холодными смесями заделывало ямы, видимо, предварительно выковыривая из них снег. Он докладывает о том, что аж целых 169 квадратных метров асфальта отремонтировали за вот эту зиму героические его сотрудники, и уже началась оцифровка ям. Ну, это любимое занятие башкирских властей. Если не ремонтировать ямы, то хотя бы их оцифровать. Ну, в общем, Булышев всыпал там какими-то данными, цифрами, очень быстро утомил Хабирова. Хабиров сказал, что дословно все эти цифры меня мало убеждают. То есть человек мыслит шире. Зачем нужны цифры? Нужно убеждение. Переходите к рыхлению снега. Неожиданно сменил тему Ради Фаридовича. Тут было очень смешно. Далее он повелел Булышеву объединиться с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и, собственно, сконцентрироваться на рыхлении снега. То есть это вот самая главная сейчас проблема для башкирии и вообще, наверное, для всего цивилизованного человечества – это рыхление снега. Строго Хабиров предупредил Булышева, что он не отстанет от него на тему ям. И люди в Уфе коварно привыкли ездить уже по городу, не разбивая машин. Так вот сообщил Хабиров, предупредил Булышева, что вот эти несносные граждане, которые без конца что-то требуют, теперь еще и привыкли ездить по Уфе, не разбивая ходовую часть своих автомобилей. В общем, конечно, звучало это все очень странно. Она как-то немножко натянута, было ощущение того, что Хабиров отчаянным образом имитирует мирную жизнь. То есть то, что вокруг как будто ничего не происходит, и вот все прекрасно, все замечательно, прекрасные маркизы и так далее, и так далее. Хотя, конечно, ощущение того, что это не так, оно меня лично, например, не покидало. Следующим номером программы на оперативном совещании был, как ни странно, гастроль. Гастролировал в правительстве Республики Башкортостан московский гость некий Шпиленко Андрей Викторович, предводитель ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Ради Фаридович был так рад видеть заезжего гостя, что сразу же сходу выдал ему орден Салавата Юлаева. Судя по всему, высшая награда Республики Башкортостан превращается в какой-то почетный значок, который выдают любым подъехавшим из столицы товарищам, возглавляющим какую-нибудь ассоциацию. Так и было непонятно, что это за ассоциация, коммерческая она, государственная или еще какая, какие ее функции, совершенно непонятно. Но, тем не менее, Хабиров прямо аж светился от счастья, вручая орден Салавата Юлаева вот этому гражданину Шпиленко и потом предоставил ему слово. Во-первых, в строках четко поставленным армейским голосом господин Шпиленко сообщил, что он подтверждает правильность курса Владимира Путина. Безусловно, имея в виду мероприятие, которое Владимир Путин организовал на Украине. Также господин Шпиленко строго отметил, что у нас у всех свой собственный фронт, и этот фронт импортозамещения. В общем, совершенно понятно было, что Андрей Викторович находится на войне, даже в глубине сибирских руд он с кем-то воюет. Ну и, в общем-то, его доклад свелся к тому, что он рассказал нам, что в Российской Федерации существует 37 счастливых субъектов, в которых есть аж 48 промышленных кластеров. И эти промышленные кластеры – это не что иное, как объединение предприятий, которые стремятся к получению государственных льгот и субсидий для развития нашей родной промышленности. Отмечу примечательную такую особенность этих кластеров и юридическую конструкцию этих кластеров – то, что не обязательно находиться в одном месте географически, можно находиться в разных городах, но важно сотрудничать между собой, и тогда предприятия будут получать вот эти вот вожделенные субсидии. Собственно, развитие промышленности в нынешней России, судя по всему, на фоне вот этой полнейшей блокады со стороны всего остального мира, сведется, скорее всего, к раздаче неких субсидий предприятиям, чтобы они еле-еле дышали и чего-нибудь хотя бы делали. Ну, то, что касается Башкирии, Андрей Викторович с новеньким орденом на груди радостно сообщил нам, что у нас есть шесть потенциально возможных кластеров. Это мебельный кластер, в котором возможно объединяться 11 предприятий, машиностроительный кластер с 15 предприятиями, авиационный кластер с 10 предприятиями, агропромышленный кластер с 15 предприятиями и промышленный кластер с 10 предприятиями. Шестой кластер так и не обнаружил в своем докладе, но он упомянул, что их может быть шесть. В общем, все это было бы здорово и прекрасно, если бы не то, что на самом деле происходит за окном. Говорить нынче о развитии промышленности Российской Федерации, ну, это, как говорится, все равно, что плясать на похоронах, на мой взгляд, по крайней мере. По сути, Российская Федерация, конечно, почти ничего не производит полностью самостоятельно, даже в автомобилях Волжского автозавода содержится от 20 до 40% важнейших импортных компонентов. Практически под вопросом сейчас стоит вообще любая промышленность в Российской Федерации, если будет полностью перекрыт доступ к иностранным компонентам. И, кстати говоря, Китай нам тут точно не в помощь. Если кто-то надеялся, что китайцы кинутся помогать нам и отдадут нам все, что у них есть, то это, конечно, не так. Китайцы, безусловно, больше дорожат взаимодействием с западными партнерами, чем с Россией, потому, конечно, ожидать от них помощи не приходится. То, что мы остались без самолетов, без автомобилей, без радиокомпонентов, без процессоров, это уже понятно. Ну, собственно, разжигание огня при помощи трения никто не отменял. Вот этому, собственно, радуются, например, всякие депутаты типа Утяшевой, которые говорят, что санкции – это хороший повод начать развиваться. Непонятно, что мешало госпоже Утяшевой развиваться раньше без санкций. Ну, видимо, только нужен какой-то там определенный процесс ниже пояса и петух, чтобы вот что-то такое произошло. В общем, вот орден вручили, про кластеры поговорили. Завершающим отчетом докладом оперативного совещания был опять доклад Забелина, и был он о ходе строительства объектов здравоохранения в Республике Башкортостан. Действительно больной вопрос, куча недостроенных объектов, кардиоцентр, онкоцентр. Многие годы об этом идет речь. Хабиров ругается, стучит по столу кулаком, но пока не все задается. Забелин рассказал, что в 2022 году запланировано рекордное количество объектов здравоохранения построить и реконструировать. В том числе капитально строится 12 объектов. Для сравнения, в 2021 году их было 6, в 2020 – 27, а в 2019 – 7. Модульных объектов Забелин планирует построить 44, это, видимо, вот эти ФАПы и госпитали ковидные, 44 таких объекта. В 2021 году их было 73, а в 2020 – и вовсе 97. Я не понял, о каких рекордах и о каком беспрецедентном росте говорил Максим Васильевич, но сейчас положено, что бы ни происходило, это все беспрецедентно, рекордно и так далее. Однако есть и проблемы, как отметил Максим Васильевич. Из-за роста цен на стройматериалы 4 объекта так и не были сданы в 2021 году и перенесены их сдачей на 2022 год. Ну, тут, конечно, много можно говорить. Безусловно, строительство объектов здравоохранения – это важная история и важный аспект. Но что-то мне подсказывает, что планы, которых было громадье буквально еще неделю назад, и то они реализовывались со скрипом. А теперь на фоне вот того, что произошло и на фоне тех сложностей, которые создал для страны Владимир Владимирович, я думаю, что очень многие планы придется перечеркнуть. Вот эти бодрые завиральные доклады сегодняшних дней, они, конечно, ну, я понимаю, что по инерции там они все еще хотят отчитываться, все еще пытаются бодриться. Но, честно говоря, они тоже не дураки, понимают, какая катастрофа придвинулась вплотную к экономике Российской Федерации. Напоминаю, за все это мы должны благодарить лично Владимира Путина. Соответственно, ну, я никогда не считал, что, например, в правительстве Башкирии сидят дураки. Ну, по крайней мере, в основной своей массе это люди не глупые, они понимают, что происходит, и, к сожалению, сейчас мы наблюдаем то, как они отбывают тот номер, который им пришлось исполнять, то, как они вынуждены говорить вот эти бодрые слова, вот эти обещания, вот эти вот рапорты. Посмотрим, что будет звучать через несколько месяцев, когда нам начнут рассказывать, объяснять, почему ничего не получилось. Ну, понятно, страна в кольце врагов, значит, злобный Запад и так далее, и так далее. А то, что мы толком не научились делать фурнитуру, всевозможные пластиковые конструкции и прочее, прочее, об этом почему-то мы будем молчать. На что мы потратили 22 года последних в России? Ну, суть по всему, на то, чтобы вот подготовить танковую армаду для ее главного бенефиса. А все остальное, все ерунда. Увы, нас ждет впереди время больших прозрений, время больших раздумий. Очень хотелось бы, чтобы люди начали внимательно слушать то, что им говорят, и анализировать, почему это происходит. Заврались, конечно, все совсем. Пора это все дело разгребать. Посмотрим, куда это все уйдет. Лишь бы любимому вождю не пришло в голову реализовать свой основной план на тему, а не сдохну, а мы попадем в рай. Это была бы самая неприятная оконцовка существования цивилизации на планете Земля. Так что, ну, безвыходных ситуаций не бывает. Будем поднимать промышленность, будем возвращать обратно мощь страны, если это, в принципе, возможно. Ну, что делать остается. Будем дальше жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин